Всем привет! Сегодня мы продолжаем заниматься облагораживанием нашей территории, но сегодня немножко фронт других у нас работ. Я вот вновь одета, как работник нанятый. Почему? Потому что я буду красить ворота в гараж, вот, а мама хочет заняться покраской вот этих вот стоек и ещё наверху. Здесь будет серая краска, а у меня там будет зелёная. На улице температура уже много дней держится, очень хорошая, очень тепло. Я вчера даже сгорела, я была в таком коротком топике, у меня прям красные-красные плечи. Я вечером пришла и увидела это. Вот, сегодня у нас 24 градуса. Буду размешивать краску для покраски. Вот, такой штукой. Ладно, попробуем. Не разлетится? Не знаю. Сильно нельзя. Там просто загустело. Разлетается маленько. Обороты большиняне на вкус. Четвёртый год уже пошёл или пятый пошёл, когда мы вот навес-то устроили, мы красили. В том году ещё хотели покрасить, но ещё было нормально. А в этом году уже надо красить. Ждали, когда ветра не будет. Погода настроится. Ну, краски мало. Ну, а если разбавим, что-то получше будет? Ну, пожилее будет. И сейчас я обрабатываю дверь вновь сальвентом. Обезжириваю, чтобы убрать пыль, всё прогрелось, а потом легче краска ложилась. Всё, всё, всё. Всё, 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 всё. Пошли, пошли, пошли. На ужин у нас очень русское блюдо, холодец, чисто русское, которое даже не все русские едят. Многие не любят холодец. Очень специфичное блюдо. Как всегда, лучок, свежий лучок отрезала. Вот, и чаёк. Покушали. Мама продолжает заниматься покраской. Я просто вот ещё особо не смотрела, но я уже вижу, как здорово сейчас стало. Они теперь такие, вот как новые. Ну да, ну 4 года уже прошло ведь. Ну круто, слушайте, ну круто же. Вообще, нам, конечно, навес очень нравится тем, что это очень всё-таки удобно, да? Дождь прошёл, и чисто как-то, да? Ну как-то вот всё-таки навес... Я просто вспоминаю первый год, когда у нас не было навеса. Дождь прошёл, вся эта грязь. И всё это в дом, да? И всё это в дом, и как-то здесь хорошо. И не выйти было. И бельё весь, да, когда это летом идёт дождь, можно постоянно... Да не только вообще, круглый год можно бельём под навесом сушить удобно. И не так жарко летом. На инжире вместо листьев первыми появляются плоды. Это вот настолько удивительно. Видите, уже ягодки. Вот они. Иногда говорят, о, я хожу в спортзал. Когда ты имеешь свой дом, мне кажется, тут совсем некогда ходить будет в спортзал. Здесь столько работы, что вот тебе, пожалуйста... Я говорю, сегодня целый день только у меня наклоняюсь, опускаю из музыки. Целый день только вот такое упражнение. Папа сегодня у нас клал плитку. Уже очень много сделал. Наконец-то можно выходить из дома, и будет здесь чисто. Собаки, правда, вот эту вот ткань очень хорошо рвут. Поэтому нужно успевать делать до того, как они здесь всё разорвут. Они уж очень любят здесь бегать. Двоём. В общем, у всех сегодня своя работа. Все заняты своими делами. Кстати, моя кукуруза почему-то немного пожелтела, и кто-то её уже сгрыз. Либо она поломалась. Вот. Не, ну вроде так вот прижилась. Не знаю насчёт того, вся-не вся, но... Вроде как стоит ещё. А ещё вчера вечером мы так вот прошлись немного по огороду, посмотрели, что у нас уже вот выросло. Помните, мы лук сажали. Как оказалось, я немного его близко посадила. Вот этот ряд я сажала. И вот этот, по-моему. Вот. Видите, как близко. Мама говорит, ему некуда будет расти. Потому что, видите, какое расстояние. То есть вот здесь я слишком близко посадила, а вот здесь уже получше расстояние, пошире. Ну, не знаю, что и как будет. Может быть, придётся выдёргивать его. Тот, который близко сидит. Чеснока тоже, вон, плантация какая. Та же картошка уже у нас очень хорошенькая. Так, так, так. А, вот. Сейчас аккуратно пройду. Вот картошка, да, которую мы первую посадили. Видите, какая она уже большая. Это, которая, ну, проросла, получается. Вот. У неё очень длинные усики были. Ну, кто смотрит постоянно мои видео, они знают и вспомнят. Вот она, плантация чеснока. Так. Тут у нас лук-сивок. И мы для отметки вот сажали ещё тут же редиску. Понимаете, лук-сивок взошёл, а редиски нету. Ну, почему либо семена плохие, либо что, я не знаю. Вот. Два ряда. И плантация. У нас гороха. Вот тоже хорошенький уже. Но первый горох у нас будет вот здесь. Вот. Который родители посадили, насколько я помню, если я не ошибаюсь, зимой. То есть, буквально вот скоро он уже зацвёл. Видите, немного совсем не скоро зацветёт. Больше его части, уже будут плоды. В общем, есть смысл сажать его зимой. То есть, он будет первый у нас. Вот она картошка, да, которую мы посадили. Уже тоже очень хорошая. Это вот, которая гала, да, сорт был. Которая куплена в Славянске на Кубани на рынке. Вот. Что у нас ещё тут? Тут у нас есть два ряда редиски. Ну, что-то как-то, знаете, какая-то взошла, какая-то нет. Но её всё мошка ест. Мама вроде как, ну, посыпала золой. Но что-то её и как-то, как-то она съедает с этими насекомыми. Вот. Мало редиски, мало у нас как-то. Вот она. Тут ещё была у нас свёкла. Но это ещё ничего не зашло. Что мы там ещё, репу или что мы там, кабачки сажали. Это тоже ещё рановато для этого. Вот. Ну, ещё хочу показать, как у нас трава задолила участок. Хотя здесь было всё вспахано, но такое ощущение, как будто нет. И эта трава, как будто, знаете... Ой, сколько мошки! В общем, эта трава, она как является естественным продолжением. И, несмотря на забор, она всё равно прошла сюда. А на минуточку у нас там хвойные деревца. Их сейчас вообще не видно. Но им даже лучше, мы не будем их уже трогать, чтобы они были в траве. Им даже так лучше будет, потому что будет влага там скапливаться. И вот. Так будет лучше, повторюсь. Здесь у нас осталось расстояние. Здесь у нас, как и каждый год, у нас будут здесь дыни и арбузы. И ещё мы скоро уже будем пахать землю и сажать помидоры рассаду, перцы. Пока не знаю, когда. Но, как всегда, будет про это сюжет. Так что, оставайтесь со мной и пишите комментарии. Будет интересно почитать. На смену одним цветущим растениям пришли уже другие. Вот они, отсветшие уже. Уже сливки начали формироваться. Вот они из цветочков. На миндале уже тоже скоро будут ягодки формироваться. Но я, кстати, видела даже уже где-то вот сам орешек. Я сказала, миндаль это ягодка? Нет, это орешек. Я так ошиблась. В общем, вот. Вот это уже всё будущие орешки наши. Миндаль, нам надо ещё посадить дерево обязательно. Ну вот, видите, тоже орешек будущий. Уже это свело, и всё. Уже следующее попёрло. Вот так вот. Ну, сейчас пора цветения вишни, черешни, груши. Ну, давайте дойдём и до груши с вами, что ли. Такая прогулочка, по-моему, классно. Просто многим, я думаю, нравится видео вот с естественными звуками природы. Потому что птички поют, да. Вот как есть там петухи где-то вдалеке кричат. Поэтому я вот стараюсь такое показывать. Просто такая ещё небольшая прогулка по нашему огороду. Ой, что у нас тут? О, а как я так вчера не заметила эту редиску. Ёлки-палки. Что-то она уже огромная тут. Это маленькая ещё. А вот эту я не заметила. Странно. Ну, ещё ждём несколько дней. Потом следующая партия у нас будет. Редиски. Вот и тоже большая редиска. А как я так не сорвала? Странно. Лук. Вечно молодой, вечно зелёный. Так, это у нас черешня. Это, мам, черешня уже, да, дерево здесь? Да. А, это черешня. М, пчёлки. Мама говорит, что в этом году она зацвела в первый раз. Так что... А, даже плодов не давала. Вот, я как сурдопереводчик. Мама там далеке говорит. Вот. Вот такое делится. Вот она, наша грушка. Старенькая, старенькая уже. Оно светёт хорошо. Божьи коровки. Причём, несколько даже. Слушайте, хороша. Хороша груша в этом году. Светёт замечательно. Персики. И всё, отцвели. Как здорово, а. Как вот тут петухи, вот, кричат. Травы уже куча, травы уже надо косить, по идее. А, вот, кстати, не знаю, это, наверное, яблони. Думаю. Я их не судила, поэтому я не знаю, что тут. Но я предполагаю, что яблони, потому что здесь раньше яблони были. Вот, тоже. Думаю, через несколько дней можно будет показать уже и цветущие яблони. Такие маленькие уже цветут. Вот, последние груши. Программуляет стоя. Достаточно. Достаточно. Для вас. Программа. Программа. вот такая вот экскурсия обзорная вечером по нашему саду огороду еще решила полить редиску которая еще маленькая совсем здесь как-то мало все взошло даже не знаю хотя мы сажали нормально так а В завершении вечера еще крашу вот эти стойки. Моим помогаю серой краской. Но надо завтра будет продолжать, в любом случае, потому что мы недостаточно сегодня сделали. Еще, наверное, может быть полного веса, может быть, чуть меньше. Вот такой вот интересный денечек у нас сегодня получился. Трудовой. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok